Добрый день, дорогие друзья! Прошел ровно год с тех пор, как мы ездили в Кострому И на электричке я возвращался в Ярославль И, в общем, перекладными до Петербурга Вот на той же самой электричке сегодня мы едем в Нерехту Там модерна, ну, штучки 4 найдем И едем совершенно без плана Без плана, без плана, экспромтом Но едем, тем не менее Отправление у нас 8.09 Еще темно Мы с вами едем в Нерехту Где у меня намечено как минимум два объекта Где они находятся, я даже не представляю Но хотя бы, говорят, вокзал находится в центре города То есть мы с вами пройдем, скорее всего, до Брюхановской больницы До так называемой... Платформа 351-й километр Следующая остановка Платформа 358-й километр Опять не выдал Ты попадешь в группу электрички России Ты рада этому? Ты рада этому? Угу Все время это ну в начале детское Любое мое путешествие всегда начинается с железнодорожного вокзала Конечно, не Витебский и даже не вокзал Медвежья гора Но тем не менее Такой вот поздний неорусский стиль Где-то там на просторах интернета Читал конец 19-го века И еще раз в этом убедился На фасаде есть мемориальная доска Которая уведомляет нас о том, что архитектора вокзала Бекарюков Он у нас в Петербурге строил И когда на сетевол сделал первые публикации А было это где-то в 2009 году Это фамилия Бекарюков Все время мне попадалось По части доходных домов на Петроградске Вот и вокзал в Нерих Тоже наш архитект Субтитры создавал DimaTorzok Скажите, пожалуйста Легендарный музей аптеки Где находится? Легендарный музей аптеки? Да И Брюхановская больница еще такая красивая Это туда Нерихский музей А центр где? Это старый роддом Да? Да А прямо никуда не сворачиваешь? Нет Вы сюда не пройдете Вам надо На автобусе А на автобусе Сядьте вот у вас Да, вот она в центре доедет Сейчас на автобусе сядьте Так, там улица-то у нас идет Восход Восход, да-да-да-да-да И автобус туда идет? Нет, автобус туда не идет Вам в музыкальной школы Или в музыкальной Или в центр Как выйдете Вот вышли И будет там Перекресток Перекресток пройдете И прямо около четвертой школы Повернете налево И выйдете потом Там спросит Там вам нужна А акцент такой зеленый Да-да-да Он плиточкой такой акцент Так, едем Повернете Ой, гербийская Там гандуктер, да? Надо постоять, наверное Наживленное утро в Нерехте Так, сейчас человеку пройти надо А, наверное, у меня поменьше есть Здравствуйте, а сколько пройдет стоит? Спасибо, у нас за двоих Кажется, мы с вами находимся В самом сердце Нерехты И я уже видел из окна автобуса Краевический музей Частную аптеку Или зеленую аптеку Как ее здесь иногда называют Немножко нам до нее пройти Вот в ту сторону Так Должно работать Держу, держу Здравствуйте Да Здравствуйте Звонил Ну, нам можно вкратце экспозицию поставить Для репортажа А, для репортажа Звони майоровой Да Можно позвонить Потому что я таксо Странским заповедником У меня договорился По поводу модерна Модерна, да Но нам не удалось мне найти Никого живого Звонил-звонил Даже лично приходили в Романовский музей Здравствуйте Здравствуйте Если бы вы нам так 5 минут экскурсию бы провели Было бы здорово Зеркало видела? Зеркало очень крутое Вообще-то надо зажигалку на такие случаи иметь Почему? 7 отражений Знаешь такой миф? Нет Если зеркало дает 7 отражений То она старая Давай снимем это А знаете, как проверить, что зеркало старое? Надо подложить зажигалку И если оно даст 7 отражений То зеркало точно дореволюционное Но вот В особняках обычно не больше 4 Я не знаю, сколько даст это Нет с собой ничего дающего огонь К сожалению Или к счастью Сейчас можно трубочку перезам Вот этот человек А мне сюда подойти? Да, подойди сюда Здравствуйте, вы как сделаны? Да, это Федор Витков Да, беспокойный Сам где-то был Вот Мы сегодня так вот приехали Буквально на 2 часика Модерн поснимать Вот можно нам бы снимать? Ну вот внутри хотелось бы что-нибудь так вот узнать Об истории Захия Александровна, вы пожалуйста запишите Где нам можно будет все это увидеть? Обязательно Да, увидите себя В интернете везде читало, что просто частная аптека Нет ли каких-то сведений о первоначальных? Дело в том, что строилась действительно как частная аптека Но частной аптеки здесь никогда не было Вот это да, поворот Да, хотя в Нерехте до сих пор называют это здание частной аптекой А здесь одно время была и польская кирха Потому что во время Первой мировой войны Из Польши в Нерехте эвакуировался завод Раздельно-каблучный район Вот здесь была кирха Потом здесь и дом пионера И медиатека И вот 40 лет назад это здание передали Береховский краеведческий хор А экспозиция собственно Здесь была традиционная краеведческая экспозиция Начиная с Бивни Мамонта И заканчивая советским периодом Периодом Великой Отечественной войны Но мы захотели как-то по-новому раскрыть образ нашего города И когда очередной раз перечитали книгу Дневник русской женщины Елизавета Александровна Дьяковна Везде видимо ее мемориальный рост Да, да, здесь Вот мы ее видим Вот ее портрет Мы также видим Это Нерехчанка Родилась в 1874 году Ее дом буквально на крови Причем род купцов Дьяковных Был один из богатейших в городе Они сначала скупали лену окрестных крестьян Перепродавали его Потом стали владельцами ледяной мануфактуры Были благотворителями И Борис Иванович Дьяковн Предок Елизаветы Александровны Который как раз и построил дом В котором она родилась Он более 20 лет был главой Меректора Да, и очень много сделал для города И за это Борис Иванович Дьяковнов Со своей супругой Были удостоены высочайшей чести В их доме в 1835 году Изволил этот деда Чесаревич Александр Впоследствии император Александр II Не каждый дворянский дом Удостаивается такой высокой чести Ну и Лиза с 11 лет вела дневник Мой маленький дневник, как она его называла И вела его до самых последних дней своей жизни К сожалению, она трагически погибла в горах В Австрии, в Тироле Не дожив 5 дней до 28 лет Но на память, как память о ней Остался ее дневник Женщина, потому что Лиза не хотела умереть И оставився всегда на земле И, конечно же, эта экспозиция Которая называется «Нерехта одна из многих» Потому что Лиза писала в своем дневнике «Я одна из многих таких же простых русских женщин» Так же не наша Нерехта Одна из малых городов нашей России Вот эта этикетка Более 100 лет прошло Но до сих пор некоторые ее высказывания, мысли В ее дневнике, к сожалению, остаются актуальными Это, кстати, можно как манифест нашей деятельности Мы малообразованы, живем в старинном уездном городе Среди памятников старины И ничего не знаем о них Интерес к прошлому остается уделом специалистов Да немногих любителей Да Примерно мы можем предположить, что и аптеку, и Брюхановскую больницу В стиле модерн строила одна бригада Но никаких документальных свидетельств нет Кроме фотографии этой бригады А главным архитектором города кто был в те времена? Как такового главного архитектора не было Люди провинции, женщины и в крестьянской семье И городская прислуга темна и неграмотна Ей в голову не приходит, что можно жить лучше На все воле Божье И с этим убеждением люди живут, родятся, растут и умирают Один Бог ведает Тоже цитата Диакса Все, все, все вот эти вот пульсивы, что написано Это все Елизавета Татьяновна Субтитры создавал DimaTorzok Что не сделаешь ради кадра за моей спиной Бывшее народное училище Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самый крутой нейректский модерн Брюхановская больница Естественно, начало 20 века Вход со двора Хотя двери так и привлекают к себе внимание Исторические Ну, пойдем мы, видимо, задним ходом Только я не вижу, где А с этой стороны тоже интересно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Куда идти в приемную к вам? Да, я вот Петр Бельков Я вам звонил Санкт-Петербурга Да, билет, да Надо обязательно, нам просто холодно То есть вас двое, да? Да, нас двое Один студентский, другой Преподавательский Мне хорошо бы, чтобы кто-нибудь нам что-нибудь рассказал А рассказать никто вам не расскажет Да? Нет, если за рассказать, так еще 500 рублей надо платить Но у нас и некому Да? Ну, давайте без рассказать Здравствуйте, это Федор Дёхланды Мне надо еще рассказать Вы все равно раздеваетесь и проходите Ну, я так понимаю, что два самых ярких здания модерна Это частная отсека Тверха, как мне сказали Там была Тверха И вот Брехалевская больница Тоже автор проекта непонятен, да? Да, про автора проекта нигде не указана Где указано, как кто строил То есть вот Константин Наполинаревич Бреханов Владелец Мануфактуры Нерехотское товарищество Нерехотское минальное мануфактура Константин Наполинаревич Бреханов Есть? Есть Можно на них посмотреть? Да, пойдемте Ну, вот построил он его в 1907 год Вот этот уже неизвестно Такой прямо петербургский стиль, я сказал Вот это здание, которое 1907 год И вот он у меня здесь не прожил Но... Это больница строит, да? Ну, как бы, вот посмотрите Вот есть мнение некоторых искусствоведов Костровских И вот это строил он их для себя Ну, не похоже А, ну, не боится, то есть Да, хотя, знаете, противоречит Вот плитка на площадках Это родная Ну, да Вот это плитка родная Остальное все нет А это как раз вот... Это решеточка Решеточка тоже нет Это все восстановлено, да? Ага Потому что я вам сейчас по истории расскажу Вот плитка родная 1907 года Вот Некоторые искусствоведы считают, что он строил он для себя Но поскольку 1907 год Там еще были волнения у него на паблике Ага После Иванова Вознесенцева Да, 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 да И поэтому он отдал сразу вход в больницу Ну, здесь ведь была Причем назвать санцамбль на Перхангурской больнице Здесь ведь была еще с часу дня Здесь вот во дворе и огород И большие сараи Было целый комплекс Но осталось только в дальнем морге Здание морга? Да За нами, наверное, здание морга О, какая печка Это вот как раз камин Но это не здесь камин был А камин из кабинета Верханова на фабрике А, ну все равно Того времени Это, да, это камин Чистый модерн Да, чистый Это вот его Как на фабрике В перестройку Приказал долго жить Вот музейщики Когда там началось безобразие Музейщики Вот удалось С музейщиками Утащить вот этот камин Конечно, он чуть-чуть Чуть-чуть Наш художник музейный Подреставрировал Непонятно Он из Ростцовой Ты работаешь? Из Ростцовой Да, из Ростцовой Вот И вот так Что еще у нас здесь Из личного? Да У нас есть его кресло Костюм тоже его? Нет Вот кресло его По-моему Вот это Брюхановское кресло У меня такое кресло Дедушка С завода утащил О! А это нам знакомо По фильмам Извязников По-моему Где-то еще Это Масковский Да, Сущевский завод Сейф Ага После восемнадцатого года Здесь было Ну все отделения были Но после восемнадцатого года Больница переехала В Данью Земской Земской больнице Где сейчас Центральная Районная больница А здесь остался Только родильный дом И вот с восемнадцатого Примерно До Тысяча восемнадцать Тысяча восемнадцать Девятого года Здесь был родильный дом И здесь родились Все нерехчане Очень интересная Такая история была Когда открыли Мы его Как музей И был день Именно бесплатного посещения И здесь было Просто паломничество Нерехчан Которые приводили сюда Детей Много показывали Где кто кого родил Но Даже спор разгорелся Потому что Восстановили так Как он был Изначально построен А во время Родильного дома Здесь была Перестройка Этой лестницы Запасной не было И прям целый спор Разгорелся И его Утихомерила Кушерка А вы здесь родились? Да Именно Все кто 1989 года Все здесь родились Потом уже построили здание Современного Родильного дома Это не старый роддом Да Старый роддом И именно музейщики Просто Боролись Другого слова Нельзя сказать За то Чтобы тогда Не передали музею И добились У нас была Такая Удивительная Женщина Наша Почетная Гражданин Нерехта Она была Директором Краевического музея Нина Петровна Родионова Чем мы сейчас носим Вот она Вот просто Не давала покоя Губернатору Уже тогда Постоянно Где бы не видела Даже в том Что на машине Вот На его машине Ставлял записку О том Что передали Брекановскую больницу Музею Она добилась Музею Музею Ну надо же Какому? Музею 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 Вот как Слава Сегодня 27 Да Декабря Все Сделаем Так Вот тоже Получил В подарок Малые города России Нерехта Почему они именно Нерехта Выбрали? Потому что у нас Город очень богат Памятниками архитектуры И храмов Семь было до революции И сейчас Насчитывается Ну и конечно Архитектурный стиль Самый разный Здесь у нас Сразу открыл Да Да Моя следующая книга Будет называться Провинциальный модерн Европейская часть России Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова